Глубоко уважаемые коллеги, эта работа будет посвящена в первую очередь профилактике рецидивов. Много больных, страдающих рецидивирующей эрозией роговицы, не успев вылечиться, заболевают снова. Развивается рецидив. Рецидивы – характерная особенность герпетического кератита, а эффективное их предупреждение – одна из основных задач современной противовирусной терапии. По нашим данным, частота первого рецидива составляет 33%. Вы представляете, какое количество больных? Вероятность повторных обострений после первого рецидива возрастает до 50%. В нашем институте можно обследовать пациентов на вирус простого герпеса первого и второго типа. Методом иммунофлюоресцентного анализа. Этому методу уже более 20 лет. Мы используем его в ежедневной, каждодневной практике нашего отделения патологии роговицы. И надо сказать, что он уже стал неотъемлемой частью нашей работы. Здесь представлено, вот так производится соскоб с конъюнктивой и забор мазка периферической крови для последующего исследования. И вот так выглядит свечение ядра клеток эпителия конъюнктива, пораженных вирусом простого герпеса. Ядро, нагруженное антигенами. Это очень хорошо видно и можно подсчитать, так скажем, определить степень вирусной нагрузки. Иммунофлюоресцентное исследование, проведенное у 100 пациентов, 120 глаз, с рецидивирующей эрозией роговицы, позволило выявить антиген вируса простого герпеса первого и второго типа у 53-х человек. Эти данные обосновали выделение отдельной формы рецидивирующей эрозии, герпетической рецидивирующей эрозии роговицы, и позволили целенаправленно проводить соответствующую терапию и профилактику рецидивов. Эта форма рецидивирующей эрозии была впервые описана профессором Каспаровым в монографии «Афтальма Герпес» в 1980 году. Клинические проявления герпетической рецидивирующей эрозии чаще страдают молодые женщины. Резкие кинжальные боли в глазу, как правило, развиваются ночью или утром при открывании глаз. Выраженный роговичный синдром, мучительное чувство инородного тела в глазу, снижение зрения. Как правило, предшествуют травмы органическими инородными телами, ветки деревьев, кустарников, солома, ногти, волосы, бумага. И нередко у этих пациентов, перед тем, как развивается обострение, они перенесли ОРВИ или грипп, нередко с высокой температурой. Вот характерная картина. Характерный пациент и характерная картина. Здесь крупный эпителиальный дефект эрозии роговицы, практически на всю роговицу при рецидиве герпетической эре. Тоже довольно крупный дефект эпители и окружен отечным эпителием. Хорошо прокрашивается флюоресцином. Но также рецидивирующие эрозии могут иметь небольшую форму. Посмотрите. Вот точечная, маленькая эрозия. И она дает так много неудобств и мучений пациенту. А так выглядит эрозия вне обострения, в межрецидивном периоде. Вот здесь интенсивное субопитериальное помутнение стромы, серый дефектный эпителий, в зоне неоднократных рецидивов герпетической рецидивирующей эрозии. По данным конфокальной микроскопии, у пациентов с этой патологией нами впервые были выявлены характерные морфологические изменения передних слоев роговицы, дефекты в базальном слое эпителия, указывающие на его локальную несостоятельность, разреженность и повышенная рефлективность передних слоев стромы. И, что интересно, в динамике через год после начала лечения отмечено значительное сокращение зоны дефекта базального слоя эпителия. Дефект базального слоя. Так называемые гиперрефлективные кератоциты. По сути, это отражение хронического вялого воспаления в передних стромальных слоях роговицы. Ну и надо сказать, что есть часть случаев, часть пациентов, у которых рецидивирующая эрозия трансформируется уже в настоящий древовидный герпетический кератит, а порой и в более тяжелые формы герпетического кератита. Лечение. Первая фаза – это, конечно, в первую очередь купирование острых проявлений. И вторая фаза, самая главная, важная и, собственно, это и есть основное лечение – противорецидивная терапия. Мы используем индукторы интерферона, полудан, октипол, истилляция, противовирусные химиотерапевтические средства, препараты ацикловира, валацикловира, реже мазезоверакса и зергангель, антибиотики или антисептики в качестве профилактики инфекции, слезозаменители без консервантов, эпитализирующие средства, медриатики. При отсутствии эффекта в первые дни мы предлагаем одеть лечебную контактную линзу или повязку при ее непереносимости, перевозальные навокаиновые блокады с полуданом и в случае отсутствия эффекта в течение двух и более недель предлагаем проводить фототерапевтическую кератоктомию. Метод высокоэффективный – это лазерный метод, хирургический лазерный метод лечения. Полудан – высокоэффективный, нетоксичный и не содержащий консервантов препарат. Мы используем его уже более 20 лет и в лечении не только рецидивирующей герпетической эрозии, но и всех других форм офтальма герпеса с успехом. Так выглядит проведение перевозальной навокаиновой блокады с полуданом. Она обеспечивает анальгизирующий эффект и стимулирует репарацию и заживление эпителия. При отсутствии эффекта также от консервативной терапии мы применяем наружную локальную цитокинотерапию, субконъективальное введение смеси аутокрови и раствора полудана. И даем эту смесь также в качестве инстилляции в течение недели. 4-5-8 раз в день. При сравнительной оценке эффективности различных методов лечения, консервативной терапии, аутокрови и полудана, и оперативного лечения, наши исследования показали, что наиболее эффективным терапевтическим методом является цитокинотерапия. Купирование острых проявлений происходит в течение 6 дней в среднем. А оперативное лечение – около 5 дней. По сравнению с 13 днями традиционной консервативной терапии. Мы выступаем против использования кортикостероидов в лечении герпетической эрозии роговицы. Это может привести к серьезным осложнениям, начиная от прогрессии в герпетический кератит, герпетическую язву роговицы, а также развитие тяжелых гнойных осложнений, гнойных кератит и рециклитов. Такие случаи мы наблюдали. Ну и вторая фаза. Самое главное – противорецидивная терапия. Новая противогерпетическая вакцина «Витак-Герповак», разработанная профессором Игорем Феликсовичем Баринским из Института вирусологии имени Ивановского. Он последователь двух профессоров, которые в 60-е годы разработали вакцину. Это профессор Шублац и Маевская. Надо сказать, что Россия впереди планеты всей. Именно в разработках противовирусных. Пожалуй, наша страна имеет единственную противогерпетическую вакцину и обладает методиками. Дальше вам расскажу, почему и как лечат на Западе. Курс противогерпетической вакцинации проводится один раз в полгода. Всего на 6 курсов. То есть это 3 года. 5 внутрикожных инъекций вакцины через 2-3 дня и 5 подкожных инъекций полудана. В нашем институте в отделении патологии роговицы сотрудники умеют и качественно проводят эту процедуру. Поэтому, если такие пациенты, если есть сложности, пожалуйста, мы всегда готовы помочь. Отсроченные сроки наблюдения до 3-4 лет показали высокую эффективность противорецидивной терапии у больных с герпетической рецидивирующей эрозией. Предложенный нами метод является высокоэффективным для предотвращения частых рецидивов офтальмогерпеса, включая герпетическую рецидивирующую эрозию. При сроках наблюдения более 3 лет у 81% достигнут полное выздоровление. Рецидивы прекращены. 15% рецидивы снизились, частота рецидива снизилась, также и снизилась их выраженность. И в 3,8% случаев рецидивы продолжаются, трансформируясь в стромальный кератит. А здесь на этом слайде представлена картина течения рецидивов частота синим цветом и выраженность клиническая в баллах до и постепенно в течение нескольких лет во время и после вакцинации. Предложенная нами методика является высокоэффективной для предотвращения частых рецидивов офтальмогерпеса. Что же касается западных калет. На Западе нет, в зарубежных странах нет вакцины. И они используют, они применяют препараты ацикловира или валацикловира, длительное применение перос в течение года и до 6 лет ежедневного приема. Представляете, какие токсические эффекты. Профессор Жозеф Калин, это французский офтальмолог, ведущий специалист по герпесвирусным инфекциям роговица. Он как раз читал по отчетную лекцию на 27-м конгрессе европейских трактальных хирургов. И он представил вот эти интересные, на мой взгляд, такую краткую историю. Сначала не было никакого специфического лечения. В 62-м появляется ИДУ, предложенное Кауфманом. Ацикловир в 81-м, 98-й вал ацикловир. Он имеет валиновые дополнения химические. Он быстрее проникает через гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьер. И с 2002 года это внедренная на Западе схема предотвращения рецидивов афтальмы герпеса, и в том числе герпетических эрозий. И когда он закончил лекцию, он поднял кверху глаза и сказал, будущее за вакциной. Когда оно у нас появится, у нас будет такое счастье. Пока этого нигде нету в мире. Мы с Аркадем Александровичем его в этом разубедили, рассказав про более чем 20-летний опыт исследований и внедренной практики вакцинации при афтальме герпеса, который в принципе разработал и ввел в афтальмологию профессор Каспаров. И вот это данные Жозефа Колина. Постоянное пероральное супрессивное лечение ацикловиром и валоцикловиром в течение года обходится пациенту во Франции в 8532 доллара. Противорецидивный эффект такого лечения установлен в 50% случаев. И для сравнения мы посчитали. И вот комбинированное лечение витагерпавак и полудан обходится пациенту в 2500 долларов в течение трех лет. Это 6 курсов вакцины и полудан, в каплях и инъекциях. И противорецидивный эффект по нашей схеме установлен в 81% случаев. Ну и напоследок очень интересный случай. Это больной. Его лечил Аркадий Сан еще в детстве. Его привезли. Это редкий случай двухсторонний, множественных рецидивирующих эрозий герпетических на двух глазах. После 6 курсов противорецидивного лечения рецидивы исчезли. И срок наблюдения вот спустя 20 лет он пришел такой большой. И его пытался объяснить в военкомате, что у него рецидивирующий был в детстве кератит и помутнение. И ему сказали, что нет, ничего у вас нету. Его забрали в армию. Но вот это один из таких характерных, так скажем, характерных историй. В заключении хочется сказать, что на основе иммунофлеоресцентного исследования со скобок конъюнктива и крови выявлена отдельная форма рецидивирующей эрозии, герпетическая рецидивирующая эрозия, которая и при этом, при этой патологии следует целенаправленно проводить противовирусную терапию и профилактику рецидивов. Это очень высокоэффективный метод лечения. Среди методов лечения наиболее эффективным при отсутствии эффекта от консервативной терапии это метод локальный экспресс-аутоцит кинотерапии кровь и полудан в виде инстилляции и субконъюнктивальной инъекции и хирургической фототерапевтической гератоктомии. Надо сказать, что мы прибегаем к ней крайне редко. Удается все это купировать с помощью лечения и, самое главное, противогерпетической вакцины. Применение противорецидивного лечения позволит достичь полного прекращения рецидивов у большинства больных 81%. Нами разработаны практические рекомендации по лечению и профилактике рецидивов в клинической практике и активно проводим лечение этих больных в нашем отделе. Спасибо за внимание.